Здарова, друг! Мы сейчас с тобой вместе посмотрим, как Закатун хочет вернуться обратно в школу. И иногда я его понимаю в этом желании, потому что реально, когда сейчас... Ты хочешь в школу? Ну, знаешь, да. Я в школу не хочу. Ну, я хотела, когда вот в универе училась, начинала сессия, думала, господи, как я хочу в школу, я не хочу сдавать эти экзамены, понимаешь? Вот такими моментами накатывала. Ну, в общем, наверное, я не знаю. Поехали, посмотрим. Всем привет! У меня к вам вопрос. Что вы больше всего не любите делать? Я вот, когда учился в школе, больше всего ненавидел делать уроки. Ну да, домашка, это ужасно. А еще я просто терпеть не мог убираться дома. Да и до сих пор это с неохотой. А когда я начал жить с девушкой, то понял, что ходить по магазинам с ней, это просто чудо какое. Я обожаю ходить с ней по магазинам. За кадром. Фух. На самом деле, к 30 годам я понял... Само звучало? Возможно, нет. Больше всего ненавиделить уходить в государственные учреждения. Не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, да? Вот, вот, вот. Ну, типа, знаете, поликлиники, почты, паспортные столы и вот эти всякие организации с ужасными аббревиатурами. В детстве, когда я болел, меня по поликлиникам таскала мама. И мне тогда даже нравилось это занятие. Ну, а что, прогуливаешь школу? Ну, все, капец. А еще помню, что мне... Ты любил в поликлинике ходить? Нет. Я что-то как-то не любил. Ну, нет, наверное, а кто-то не особо. Ты просидишь в очереди, тебе жарко. Ну, да. Ты заверну какую-то куртку, потеешь. Какие-то там мощности бесконечные. За кабинетом кто-то орет вечно, потому что там больно, страшно. В поликлинике сидеть и рисовать. Но тогда, конечно, я еще не осознавал, через какой пи***ц нужно было проходить маме, чтобы меня принял врач. Мы не можем найти вашу медицинскую... А, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Часто маме приходилось идти на крайние меры. А очереди тогда были еще похлеще, чем сейчас. Но моя мама была очень креативной, когда дело касалось ожидания в очередях. Она постоянно что-то придумывала, чтобы побыстрее пройти к врачу. Мне только подписать. Я просто подписать. О, это просто... Знаешь что? Это ладно, может быть, с мамами их еще не факт, наверное, прокатиться. С бабушками в очереди вообще не прокатиться. Они начинают дараться. Тут все просто подписать! А вот повзрослев, мне самому лицом к лицу пришлось столкнуться с ужасами государственных поликлиник. К сожалению, мама не хочет делиться со мной секретными техниками, как нужно правильно вести себя в очередях, которым она научилась еще в Советском Союзе. Поэтому я поначалу сидел очень долго. Внучок, я только спросить, можно? О, блин, да бесконечно. Это классно. Можно? А потом еще кто-нибудь, пропустите меня там. Нет, нет, знаешь, что у нас жестко, когда? Когда у тебя очередь одна и часть по записи, а часть просто по живой очереди, и все орут друг на друга, не могут разобраться, кто за кем идет. А еще кто-нибудь зашел из конца очереди, и потом пошла очередь в другой ору, скажет, типа, чего происходит? А еще кто-нибудь, кому-то надо отойти, и говорит, я еще через 5 минут вернусь, ты с этим человеком, а у него возвращается, и ты такой... Ну ладно. Брат, мне срочно на перевязку надо, иначе пол головы ампутирует. Эм, ну окей. И в результате как лох оставался последним. И даже иногда не успевал на прием. О-о-о, все. Ноги подними. Но в какой-то момент ты устаешь от этой наглости и хитрости, и в тебе происходят перемены. Что-то ломается. Блин, а как я домой пойду? Ну и рано или поздно ты впервые произносишь... Я вообще-то перед вами стоял. Тут всем только спросить. О-о-о. Да мне пох... Ладно, проходи. Ладно. Тебе можно. Казалось бы, с появлением электронной очереди, записей через интернет, таких ситуаций больше не должно быть. Что-то нет, вообще что-то нет. Но нифига. Это потому что ты такой прошаренный подписываешься, а ко мне бабулечка, которого 10 лет, она будет через интернет подписываться. Ага, два раза. Да, и ты, типа, не понимаешь, что это фигня, и поэтому все в очереди. Да, и вообще без вариантов. До подобного. Сижу я как-то в очереди в поликлинике, взял талончик, и тут бабка вперед меня пытается зайти. Я ей говорю, тут электронная очередь, а она мне... Так это для вас, молодежи, электронная придумает. А я вот в обычной стою, и я в ней первая. Мне иногда кажется, что даже в будущем, когда изобретут телепорт, и можно будет телепортироваться из своей квартиры сразу в кабинет к врачу, в поликлиниках это не будет работать. Нужно будет сплевать телепортироваться в очередь, а потом уже в кабинет к врачу. Еще дико раздражает, когда ты вообще не планировал стоять в очереди, но все равно в ней оказываешься. Ну, например, когда вечером решил забежать в аптеку за какой-нибудь мелочью, а там перед тобой... А что, если я смешаю корень ромашки и настойку полыни? Все, капец. Не будет всякой ситуации. В очереди, это ведь еще полбеды. После нее тебе обычно предстоит иметь дело с работниками государственного учреждения. А ведь среди них полно тех, кому на тебя просто... Ну, каково это, когда ты стоял в очереди, собрал все справки, заполнил все формы, приходишь к окошку, а там сидит какая-нибудь кляча с синдромом вахтера и говорит, молодой человек, у вас не хватает справки о получении справки на то, что вы можете получать справки. И у них всегда есть эта коронная фраза. Я одна, а вас много. Блин, не понимаю, как их берут на работу? Ну, значит, я ненавижу людей, ненавижу работать, а еще ядом изо рта умею прыскать, как змея. Отлично, вы нам подходите. Или вот охранники в таких местах. Однажды мне нужно было получить новый паспорт. Я прихожу в паспортный стол, а там на входе охранник такой, паспорт предъявите. Паспорта, поэтому я иду к вам его получать. Без паспорта не пускаем. А как мне тогда получить паспорт? Я тут не для того, чтобы думать за тебя. А водительское можно предъявить? Паспорт. А если я сейчас огнемет достану? Чего? В смысле, если вашему начальству сейчас позвоню. Ладно, давай водительское. И да, я стал жаловаться. На охранников, на плохое обслуживание, на очереди, по всем этим горячим линиям. Но иногда, чтобы пожаловаться на очередь, нужно... На данный момент все операторы... Музыка, давай! Да-да, тоже дождаться своей очереди. Вот это, знаешь, музыка ужасное. Ожидание. Как вы уже поняли, таких парадоксов в госучреждениях очень много. Короче, чем больше хожу по таким заведениям, тем больше становлюсь бабкой. Мне кажется, через 10-15 лет я запросто смогу влиться в их тусовку. А пойду в ЖЭК зайду, по скандалю. Такой вот крик души получился. Но вообще я понял, что как бы вас не злили охранники, паспортистки или просто люди в очереди, в подобных ситуациях всегда лучше оставаться вежливым и спокойным и не выходить из себя. А еще лучше достаньте телефон и начните снимать. Не добьетесь своего, так хоть классный контент будет. Пока-пока. Короче, жизненная фигня, но достаточно взрослая. Я думаю, что многие не понимают, если смотрят маленькие 10. Ну, потому что они с этим не сталкивались пока еще. На самом деле, знаешь, что ужаснее еще в очереди? Мало того, что просто в очереди отстоял. Ты пришел, у меня такое много раз было. Вот недавно на почте я стояла, огромную очередь ждала, хотела забрать свою посылку. Да, это казалось не та почта, я пришелся идти вообще на другую почту. А, это просто ор. Или когда вот идешь в этот паспортный стол или какую-нибудь бумажку оформлять, ты принес одну бумажку. И ладно, хорошо, тебе хватило всех этих бумажек, ты их наконец-то собрал. Тебе подписали, говорит, там все оплати в банке. Ты идешь в банк, там стоишь очередь, оплачиваешь. Потом возвращаешь сюда, стоишь снова очередь, чтобы отдать эту бумажку. Потом, оказывается, нужно еще какую-то бумажку подписать. У тебя просто какой-то, просто потерянный день полностью. И дай бог, чтобы это был только один день. Потому что, чтобы стягиваться на несколько дней. Это просто, просто вот реально горит от этого. Очень сильно горит. Короче, если ты нашел себя в этой анимации, то я тебе не завидую. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.